Дмитрий Левочкин, человек разносторонний, правда футбол, в круг его интересов не входит. Исключение лишь чемпионат мира, художник за матчами все-таки следит. Я болею за Россию и поздравляю наших футболистов с победой во вчерашнем матче. И я думаю, что дальше будет тоже очень интересно. Вообще, болельщиком футбольным я не являюсь, но когда идут такие чемпионаты, я, конечно же, наблюдаю, смотрю и болею за наших ребят, за нашу страну. То есть мы гордимся и уважаем, любим. Болеет за наших Дмитрий в свободное от работы время, а последнего у него не так уж и много. Всего за несколько дней художник и его ассистент Глеб Миронов должны преобразить фасад девятиэтажки на улице Чикина. Теперь прохожие будут любоваться не рыбками и осьминожками, а символом мундиаля – волком-забивакой. Отлично смотрятся в городской среде металлизированные краски, которые будут серебристого цвета, они будут преломлять солнечный свет и атмосферу различных температур. То есть холодную погоду, теплую погоду, дождливую или наоборот солнечную. Плюс в этой работе будут некоторые элементы, обработанные специальным составом красок, которые в России выпускаются. То есть ранее не применялись они в росписи, в мурализме. Это светонакопительная краска. Нанесение рисунка на стену – это финальный этап работы по преображению серой городской среды. Сначала эскиз забиваки был создан в графическом редакторе на компьютере, затем его нужно спроецировать на фасад. И только после этого можно приступать к нанесению граффити. Дело это не быстрое, сложное и опасное, поэтому без альпинистского оборудования никуда. Мы использовали альпинистическое снаряжение, соответственно, и мы пристегиваемся к люльке, и это нас будет спасать от казусов. Нет шаблона. Да, современным технологиям и новому видению привычных вещей. Дмитрий Левочкин – человек прогрессивный, поэтому следит за масс-медией и знает, какую реакцию вызвало у пользователей соцсетей. Новость о появлении золотого забиваки. Но обидеть художника-комментаторам не удалось. Искусство, оно, тем более современное, оно не для всех. То есть, чтобы его принимать, нужно очень много прочитать различные литературы, связанные с искусством. Это надо знать историю искусств, развитие ее. Тем более мы применяем различные новые технологии, новые средства. Картину площадью 384 квадратных метра художники рисовали в течение недели. Теперь дом номер 6 на улице Чикина украшает волк-символ Мундиаля. А одинцовские болельщики увидели в этом рисунке скрытый смысл и надеются, что золотой забивака принесет российской сборной Кубок Чемпионата мира по футболу из драгоценного металла аналогичного цвета. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.